2019-й для города стал насыщенным. Немало внимания было направлено именно в социальной сфере. В Бобруйске заложили фундамент реконструкции детской больницы, разработали проектно-сметную документацию по строительству детского сада, возвели многоквартирные дома, открыли новые кабинеты в системе образования и здравоохранения. И это далеко не весь список положительных результатов. По итогам 2019 года реализовано свыше 190 мероприятий комплексного плана, на финансирование которых было направлено 274 миллиона рублей. Это в том числе и мероприятия по модернизации и приобретению оборудования на промышленных предприятиях, освоению новых видов продукции. Между тем, показатели 2019-го выполнены не все. И это с учетом того, что 2020-й – последний год пятилетки. К нему стоит подойти серьезно и амбициозно, отметил председатель горисполкома во время встречи с руководителями организаций. Мы хотим только нацелить вас на нашу подборную совместную работу. Сказать о том, что это все, опять же, на плату нашего города, на плату наших граждан, на плату просто заработной платы. Потому что все от этого зависит. И те задачи, которые мы в себе ставим, уже на 2050-е годы. Внимание к его результатам будет пристальным и обоснованным. Ведь от работы каждого предприятия в отдельности зависит общая картина города. Будь то увеличение экспорта или средняя заработная плата среди сотрудников коллектива. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.